Здравствуйте! Рад вас всех видеть! У нас сегодня будет больше технологий, то есть мы будем в основном заниматься практической работы. Еще раз хочу подчеркнуть, что совместные работы всегда являются наиболее эффективными. И даже если вы работаете, ну, по какой-то проблеме не для себя, а для кого-то, ну, бывает ребенку надо помочь или каким-то родным или каким-то друзьям, вы все равно помогаете сами себе. И даже если вы работаете с проблемами с другим другом, если вы хотите помогать, например, у вашего рода или вашего рода, то есть находясь в учебном процессе, все равно идет помощь по вашим проблемам, какие бы они не были. Но это не снимает свои обязанности работать по своим проблемам самостоятельно. Потому что вы ответственны за свой организм. Потому что вы ответственны за свой организм. Это ваша вселенная, это ваш мир. И это ваша вселенная, это ваш мир. И это ваша вселенная, это ваш мир. Где маленькая, любая маленькая клеточка надеется на то, что все вместе, дружно, они решат те проблемы, которые у вас есть. Если вы их все будете настраивать на эту работу. Вот когда женщина ждет ребенка, она очень часто разговаривает с этим ребенком даже когда он не родился. И несмотря на то, что этот ребенок еще даже не родился и в школу не ходил, и ничего не изучал, он понимает свою мать. И нет. и если ребенка не родился, он еще не родился, не учил ничего, он еще не родился. И мама понимает это еще не родился, и даже если ребенок даже не родился. Причем такие отношения возникнут у вас с вашим организмом, с вашими клетками. Каждая ваша клеточка это как ваш ребенок. Если вы ее просите вам помочь в какой-то проблеме, она с удовольствием откликается и помогает. Поэтому вы можете разговаривать с клетками вашего организма. Просите их о чем-то, ставить какую-либо задачу, и они будут отзываться изо всех своих маленьких сил, должно помогать вам. Но в этом-то весь вопрос, что когда они работают дружно и помогают вам все вместе дружно, а их миллиарды и миллиарды, эти клетки, то эффект получается очень значительный и очень явный. Каждая технология, которую мы вам даем, она вызывает клетки организма к совместной работе. Каждая технология, которую мы видим, позволяет делать все эти клетки вместе. Я, это Крещение, а гнём проходил вместе с Игорем Витальевичем Арепьев. Вы наверное слышали это имя, это автор новой Библии, которая сейчас печатается во многих странах. Может, вы уже слышали, что вы уже слышали, как Игорем Арепьев. Это автор новой Библии, которая вышла в различные страны. И я, в общем-то, делаю эту экспертизу, как он, с ним, с ним. Это Крещение, и мы проходили на солнце. У нас были огненные тела. Эти огненные тела, они есть в каждом человеке. Но они находятся у человека как бы в состоянии очень, ну, беспредельного жателя, что ли, о котором мы вчера говорили. Когда огненные тела выходят из состояния сжатия, оно заполняет всё ваше тело. И благодаря этому телу вы получаете возможность, по сути дела, перемещаться в космосе. Вы можете оказаться на любой планете, на любой звезде. И не сгореть на этой звезде. Потому что тот огонь, который является началом вас как человека, совершенно идентичен тому огню, который составляет свет звезд. Плазму звезд. То есть благодаря этому человек получает возможность в свете не тонуть и в огне не гореть. И, конечно, на любой звезде, именно звезда, ну и конечно не планета, она населена. Но те люди, которые живут на этих звездах, они имеют плазменное тело. И они ждут каждого человека, который достигает через огненное крещение, вот этого состояния плазменного тела и рады ему. Они встречают его на звездах, радужно, со всеми, ну как бы всем, чтобы помочь ему освоиться в этой новой для него среде. И сейчас это звучит очень фантастично для вас. Но когда вы сами окажетесь в этом положении и увидите, что вы тоже можете быть на звезде, что у вас есть такое тело, которое не сгорает в этих плазни звезд, вы поймете, о чем я говорю уже не только как бы разумом своим, но и всем своим существом, каждое клеточка своего тела. Это мероприятие очень серьезное, и в какой-то мере это в общем достаточно серьезный поварутный момент в вашей жизни, потому что с этого момента все ваше тело постепенно начнет перестраиваться, будет перестраиваться ваша ДНК, будут совершенно другие отношения между нуклеотидами ДНК. Если сейчас, например, возможно только связи цитазин-гуанин, то в новой ситуации могут быть связи типа гуанин-гуанин, цитазин-цитазин. То есть варианте строительства тела, которые были 64 кадона, да, вы знаете, 64 варианта белкового старикерса на самом деле будут сильно умножены эти варианта. И благодаря этому ваше тело получит возможность перестраиваться адекватно той ситуации в которой вы окажетесь. И поэтому в вашей жизни у вас будет возможность адаптироваться к ситуации, а в каждой ситуации в которой вы найдете. Потому что на разных планетах ситуации совершенно разные. И ограниченные варианты белкового строительства тела они здесь не помогут. И в новых ситуациях у вас вместо 60, 64 триплетки белкового строительства, появятся двести, пятьсот двенадцать вариантов строения тела. То есть вы окажетесь в состоянии приспособливаться к любой среде. И не пропадать в них. И не пропадать в них. То есть вы уточнили. Вот у вас сейчас есть вопросы для уточнения? Чёрные дыры – это тоже порталы, но это уже порталы, которые ведут из одной Вселенной в другую. И то, что вы видите здесь как черный дыры, на другом конце будет дыры белый. То есть здесь это всё втягивает, а в другом месте это всё выбрасывает. Если какая-то Вселенная или галактика сворачивается, то они втягиваются в это чёрные дыры, обнуляются в своих потенциалах наработанных, но опыт всё равно забирается, и выбрасываются в строю новой Вселенной уже как бы на других основаниях, по другому принципу. Если какой-то универсо или галактика власть входит в другом месте, то в ней будет зернана, и потом, уже с его новым потенциалом, исчезла из другой стороны и была построена из другой стороны. Причём там этот процесс идёт не просто через то, что туда втянуты и выбросили, а там ещё надо вывернуть эту Вселенную, то есть она выворачивается на изнанку, как бы. Понимаете? И только тогда она может выйти новую Вселенную. Ну, это не просто идти, а уходить, но есть также процесс, как бы, как бы, как мы делаем с помощью респечки, как мы делаем с помощью репетчика, когда мы герем, да вверх, да вверх, да вверх. То есть выворачиваются буквально все, атомы. И так все гиры и структуры атомов. Там внутри атомов есть еще так называемые струны, они тоже выворачиваются. Субатомная частица, квантовая, все идет нормально. И так начинает, потом в режиме мгновенности возникает новая Вселенная. И так, в один момент, появляется новая Вселенная. Наше начало человека плазменное. Си, я уже говорила, что в нашем начале, это та искра из которой загорается пламя. И то, что сентября, до которой происходит свет. Если бы у вас не было плазменного начало, вы никогда не смогли стать плазменным человеком. Если вы не получили этот начало плазмен, вы никогда не смогли стать человеком. Это та божественная искра с которой начинается. Проект человек. Это та частица самого Бога, которую он делится со своими детьми. Детей очень много. И в каждом есть искра плазмы. Но поскольку Бог бесконечен, от него сколько ни бери, все равно столько же останется. Поэтому на охотно деле со всеми, с кем нужно, у него не убавится. Но через этот риск мы все поддерживаем с ним миловенную связь. Он буквально знает каждому человеку все, все, все. Потому что он имеет, во-первых, параллельные мышления, то есть он может осуществлять эту связь на параллельных, как бы, линях коммуникации с бесконечным числом объектов. Вот видите еще сколько много работы впереди, чтобы стать похожими на Бога. Или, как говорится, религия, стать поддонными ему. Или, как говорится, религия, стать поддонными ему. Самое главное – поверить в самого себя. И тогда не будет, не разрешаемых проблем. Но теперь все понятно. А, вы понимаете, все теперь? Будем строить плазменное тело. Итак, мы сейчас приступаем к технологии, которая называется «Крещение в нем». «Крещение в нем». «Крещение в нем». «Крещение в нем» «Крещение в нем».